И я приглашаю на сцену нашего первого спикера, который уже не впервые у нас выступает, наш гость из Москвы, военный врач, научный журналист, борец с мракобесием в области медицины, Алексей Водовозов. Я сейчас Алексею включу в нашу презентацию, а вы пока скажите, Алексей, вот честно только, сколько вам заплатили корпорации? Это коммерческая тайна. Но на самом деле я просто до сих пор не могу найти свою долю, я постоянно не спрашиваю. Но как-то не получается, скрываю, в том числе и это. Меня тут назвали московским гостем, я частично московский, то есть по нынешнему месту проживания, а, например, по определенной части жизни я все-таки питерский. Я 8 лет прожил в Питере, из них 2 года на первом факультете военно-медицинской академии учился мой отец, а потом 6 лет уже на втором факультете учился я. Значит, сегодня я подниму, ну, такую, одну из горячих, если говорить мягко, тем, да, который вызывает достаточно ожесточенные споры в интернете, ну, в том числе в интернете, это вакцинация, да, приливки. Я хочу сразу сказать, что я не иммунолог, да, то есть у меня есть достаточно много разных специализаций, но иммунологий там нет. Поэтому задавать мне какие-то вопросы, касающиеся тонкого действия вакцин, да, предположим, там какие-то, как реагируют дентритные клетки или еще что-то, я это могу лишь предположить, потому что я этого не знаю, насколько, насколько знают иммунологи, но я все-таки научный журналист, уже 15 лет, поэтому я к этому вопросу подошел именно с журналистской точки зрения. И я взял эти мифы и попытался докопаться до их истоков, да, то есть вот посмотреть, откуда они, в принципе, взялись, и есть ли под ними хоть какая-нибудь основа. Но начать я хочу не с этого, начать я хочу с того, что уравнять эмоциональный счет, потому что, ну, первое время, лет 15 назад, да, когда я только начинал самопростедскую деятельность свою, я наивно полагал, что людей можно переубедить, просто нужно найти правильный ключ. Ну, достаточно быстро я уже понял, что ключ должен быть газовым и желательно самым тяжелым из всех. Потому что, ну, как вы понимаете, профессиональные антипрививочники, да, то есть люди, которые этому посвятили жизнь. И если у них отобрать смысл их жизни, ну, понятно, что они этого просто не дадут сделать. Поэтому я уже практически перестал вступать в споры, в том числе в интернетовские, с такими людьми. И я в основном ориентируюсь на тех, кто обманут, либо антипрививочные, либо, что тоже бывает, про прививочные пропаганды, да, потому что иногда она строится неграмотно. И поэтому я обращаюсь к тем, кто сомневается, кто ищет ответа на какие-то вопросы, на которые не смог найти, ну, либо пытается как-то сориентироваться в этом мутном потоке. Значит, что еще хочу сразу сказать, что на любой случай, да, то есть, как, ну, чаще всего действует антипривычная пропаганда, просто берет какой-то единичный случай, ставит его на знамя, да, и начинает давить на эмоции. Я могу сказать, что в таких случаях, с моей стороны, например, тоже найдется, то есть я тоже так умею. Я могу привести массу примеров, когда отказ от прививок приводил к очень печальным последствиям, причем намного печальным, чем с той стороны баррикад. Да, то есть, как я уже говорил, как тут Александр сказал, я военный врач, я 8 лет был офицером медицинской службы, и мне в том числе приходилось, например, оформлять свидетельство болезни на достаточно молодого солдата, парня лет 20, который переболел эпидемическим паротитом, ну, или свинкой. От этого заболевания есть прививка, то есть вполне себе нормальная, хорошо переносящая с ней, никаких проблем с ней обычно не возникает. Но родители, как уже потом выяснилось, они приезжали, просто решили, что ребенку, ну, незачем травиться лишний раз, просто купили необходимые справки, и все было нормально, вроде бы. Пока он не пришел в армию, не столкнулся с организованным большим коллективом, это могло произойти в любом другом большом коллективе, например, в гузе, то же самое. Он заболел свинкой, а у вируса свинки есть такая нехорошая особенность. У него сродство и к слюным железам, и к похожим по строению, половым железам мужским. Возникает осложнение, орхоэпидемит, и, как следствие, вторичное бесплодие. То есть вот этот человек, он полностью лишился возможности иметь какое-либо потомство. То же самое, например, с вирусом краснухи, и, опять же, могу рассказать много случаев, когда молодые женщины, то же самое, родители которых отказывались от прививок, теряли возможность в дальнейшем иметь детей, потому что первая беременность заканчивалась в первом триместре медицинским абортом, ну, из-за того, что у плода были несовместимые с жизнью изменения, и так далее. Поэтому мы отбрасываем эмоции и пытаемся говорить все-таки на языке фактов. С фактами, опять же, сложно, потому что, если говорить, опять же, о профессионалах антиперевывочного движения, они зачастую пользуются таким приемом, как головка гиша. Есть такой полемический прием, да, который на обычном языке иногда называется набросом определенной субстанции на вентилятор. То есть вот то, о чем я сегодня буду рассказывать полчаса, они выбрасывают в первые 10-15 секунд разговора. И для того, чтобы они потом говорят, опровергайте. Ну, для того, чтобы это все опровергнуть, во-первых, нужно найти источники, нужно их прочитать целиком, да, то есть только абстракт, но и как бы фулл текст. Нужно разобраться, что там было и так далее. То есть на изучение таких вещей будет уходить недели, да, то есть я вот к выступлению готовился, считайте, почти месяц. И то здесь только поверхностно затронуты некоторые, лишь некоторые моменты. Поэтому, еще раз повторюсь, я стараюсь обращаться к тем, кто хочет слышать, слушать и так далее. Начнем с... Так. У нас работает эта штука? Нет. Там должен быть довольный Билл Гейтс. Нет, почему-то не работает. Ну вот, видите, то есть профессионалы эти привычные движения уже посуетились. Нет, 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 нет. Вначале, да, вот. Значит, один из самых распространенных, ну, в том числе мифов, да, о том, что при помощи прививок пытаются сократить население земли. Это, как вы понимаете, северный забор, да, то есть должен остаться только золотой миллиард, и реализует его там Рошель, Рокфеллеры, ну, и в том числе вот замечательный Билл Гейтс, который является их, как бы, официальным представителем. В том числе действует через свой фонд. И вот в качестве примера приводится его высказывание на конференции ТЭД 2010, в котором он якобы говорит о том, что за счет достижения, в том числе и вакцинации, население земли можно сократить, точнее, нужно сократить на 10-15%. Ну, да, действительно, эти цифры здесь есть. Но если мы прочитаем, что он на самом деле сказал, а лучше послушаем выступление в контексте, то, в общем-то, мы поймем, что здесь на самом деле речь идет совсем о других цифрах. Поскольку конференция была посвящена, ну, то, что называется, чистой энергией, да, то есть свободной от выбросов углекислого газа, там рассматривались различные замножители, да, те, которые относятся вот к этому уравнению, то есть чтобы нам к нулю свести все выпусы СО2. Но, как показывает практика, этого сделать нельзя. И Гейтс показывает, почему. Он объясняет, почему. Да, то есть наш первый саммножитель – это население. Сейчас, в этом 2010 год, нас 6 тысяч... 6,8 миллиардов, и в скором времени достигнет 9 миллиардов. Да, и даже если мы проведем замечательную работу, да, то есть большую работу в сфере здравоохранения, прививок, в том числе, репродуктивного здоровья и так далее, возможно, мы этот рост уменьшим только на 10-15%. И даже в этом случае минимальный прирост населения составит 1,3 миллиарда. То есть речь о приросте. Самое интересное, даже если мы просто посчитаем, возьмем цифры, да, ну вот 9 миллиардов нам наобещали, вычитаем 6,8, получается 2,2. Берем 10%, то есть нижний уровень снижения прироста, который пообещал Гейтс. Вычитаем из 2,2 – 0,9. Мы получаем те самые 1,3, о которых, собственно, говорит Гейтс. То есть он на чем говорит? О чем это вообще речь? О уменьшении прироста населения. Это, в принципе, показано на всех развитых странах и тех, которые входят в развитую стадию. Чем лучше медицина, тем меньше рожают женщины. Это понятно почему? Потому что в бедных странах для того, чтобы выжил хоть кто-то, приходится рожать многое. Это первое. Второе – нет доступа к нормальной контрацепции, ну и так далее. За счет того, что медицина улучшается, в том числе за счет прививок, просто не требуется уже рожать там 10-12 детей, чтобы выжили, скажем, трое-четверое. Достаточно родить этих троих-четверых, и все будет нормально, они все выживут. О, работает. Это есть в том числе и в российском интернете. Вот это обращение распространяется практически по всем каналам, периодически оно всплывает. Значит, там сообщите всем, срочно-срочно, в Россию завезли партию вакцин с ртутью. Все это сделано специально для того, чтобы убивать наших детей. Ну, ладно, мы не считаем то, что вакцины назвали мантурой. Ладно, ну, люди могут не знать, что это просто аллергопрога, да? Ну, хорошо, ладно, пусть будет иммунопрепарат. Будем считать, ладно. Но дело в том, что вот та самая ртуть, да, о которой говорят, во-первых, сейчас она очень редко используется в вакцинах. И за это спасибо как раз антипрививочникам. У меня вообще есть такое ощущение, что антипрививочники спонсируются производителем вакцин, потому что, если раньше, скажем, когда я учился в военной советской академии, нам как кололи прививки? Такая вот здоровенная бутыль, заряжается пневматический шприц и всему курсу из одной бутылки коля. А сейчас индивидуальные ртуть, потому что нельзя использовать страшную ртуть и прочие препараты, консерванты, да? Минимальные ртуть, единичные. Естественно, что их производить, они получаются дороже в итоге. То есть фармкомпания как раз выгодна. Так вот, если говорить о ртутье, которая здесь используется, органические соединения, тимирасал, да, или, ну, у нас тимирасал, гартиолят и так далее, у него разные названия есть. Но это не принципиально, это производные эти ртути. Значит, это достаточно устойчивое соединение, которое не наносит ощутимого вреда организму, по крайней мере, в тех дозах, в которых она попадает, скажем, с пищей, потому что пища она тоже есть, что самое интересное. Так и с вакциной. В вакцинах там вообще следы считаются, да, то есть там, если единичная доза, то требуется этого метафиолята буквально там микрограмма. Но это не самое интересное. Самое интересное, что в организме оно не аккумулируется, вот это соединение, и период полувыведения примерно от 4 до 18 дней, по данным разных исследований. И примерно к 30-му дню уровень ртути в организме, если ее измерять, то есть в крови, возвращается к исходному. То есть все нормально, никакого особого эффекта нет. Это я, в принципе, могу уже рассказать, как у меня одна из специализаций, клиническая токсикология. И я могу сказать, что описано отравление этилортутии, в том числе в качестве суицида, но там речь шла, что ее просто пили. Натурально просто пили. То есть там гигантское количество, это первое. И второе. Если вы едите в морскую рыбу, то с одной-двумя порциями этой морской рыбы вы получаете дозу этилортутии в несколько десятков раз больше, чем та, которую получаете с вакцины за всю жизнь. Но почему-то про страшную отравленную рыбу никто не кричит. Все ее едят и все довольны. А вот вакцина с ртутью, с минимальными содержаниями, со следовыми практически, почему-то опасная. Еще одна. Стерилизующие вакцины. Это очень такая горячая тема. Подняли ее достаточно громко, где-то 2013-2014 год в Кении. Кричали о том, что это геноцид. Вакцинационный расизм. Как там только не называли. Чего только не было. То есть я специально взял скриншот с сайта, чтобы не говорили, что я это все придумываю. На самом деле, вот, все описано. Геноцид против африканского населения. Что интересно, что это женщин прививают. Значит, что делают? Стерилизуют. Что интересно, инициатива пошла от объединения католических врачей Кении, которые заявили, что нашли в вакцинах, которые использовала ВОЗ и Юнисеп. Это был столбнячный анотоксин. Нашли хорианический гононотропин человека. Это гормон, который выделяется во время беременности. И, соответственно, если мы против него прививаем, то у женщин не может развиваться беременность. То происходит выкидыш. Но вроде бы логично звучит. Теоретически такое возможно. И самое интересное, что хвост у этого дела растет где-то из 70-х годов. Именно для иммунизации. То есть иммуноконтрацепции. Кому интересно, можете погуглить. Про это есть хорошие статьи написанные, такие достаточно объемные. Я просто коротко скажу, что отдельно сам по себе хорианический гононотропин очень плохо иммунизирует человека. Ну, это понятно. Это нормальный, естественный гормон. Поэтому для того, чтобы он вызывал какую-то иммуноответку, ему приклеивали столбнячный анотоксин. Причем в гигантских дозах гораздо больше, чем те, которые используются для иммунизации. Зачем кололи кинейских женщин? Их кололи настоящим анотоксином. Столбнячным. Именно в тех регионах Кении, где смертность от столбняка после родов была максимальной. То есть это была просто защита женщин от послеродовых осложнений. Но как-то ведь нашли этот хорианический гононотропин. Несмотря на то, что генические врачи в тех клиниках, о которых говорили, что там якобы проверяли, они не могли вспомнить, делали ли они анализы или нет. Но те, кто вспоминал, говорили, что они использовали те тест-системы, которые есть и в аптеках доступны, и в любых клиниках стоят, для проверки крови и мочи на беременность. Так вот, что интересно, эту аппаратуру нельзя использовать для оценки вакцин. На эти грапли уже наступали в 90-е годы на Филиппенах. Там была та же история. Они провели вот на вот этом оборудовании тестирования столбнячного антоксина и нашли там хорианический гононотропин. Сказали, все, вы стерилизуете наши женщины. На что ВОЗ очень быстро объяснило, что на самом деле, ребята, вы просто используете неправильную аппаратуру. Дело в том, что та аппаратура, которая у вас есть, у нее слишком низкая чувствительность. И поэтому она может давать ложноположительные реакции вот на вот этот консервант и вот на этот. И показали, как это происходит. То есть для того, чтобы определить эти консерванты, нужно немножечко другое специализированное лабораторное оборудование. Это была ложноположительная реакция на нормальные ингредиенты антоксина. Хорианического гононотропина там не было вообще, в принципе. Значит, еще один достаточно распространенный миф о том, что вакцины не работают на самом деле. Очень часто, даже от математиков, приходилось слышать, что он, смотрите, очень высокий риск осложнений от вакцины. То есть он не нулевой. Это правда. А какой риск от заболевания? Ведь сейчас невозможно практически заболеть, там, не знаю, какие-нибудь, кори или еще чем-нибудь. Очень тяжело. Давайте посчитаем, сравним и выясняется, что прививки делать не надо. От математиков это слышать было смешнее всего, потому что, ребята, ну как вы учитываете вероятности? Вы же учитываете, что вы говорите о той заболеваемости, которая идет на фоне вакцин. То есть мы уже предотвращаем заболеваемость и только за счет того, что мы вакцинируем, риск заболевания низкий. Раньше ответить было нечем. Но теперь вот существует такой замечательный проект, Тихо, назван в честь латинизированного имени Тюри Браге, достаточно известный астроном и ученый датский, собственно, который собрал большой массив информации и на котором потом и Аган Кеклер сделал свои выводы о законах небесной механики. Кому интересно, можете посмотреть, там очень показательная информация. Вот они просто посчитали, как бы было, если бы вакцинации не было. И выяснилось, что, скажем, только в Соединенных Штатах и только с 2024 года удалось предотвратить примерно 103 миллиона случаев заражения. Ну, это достаточно ощутимая цифра. Проект там до сих пор работает, они прекрасно отвечают на вопросы, можно написать любому из участников проекта, спросить все, что интересует. По крайней мере, то, что я у них спрашивал, что меня интересовало, меня все ответы удовлетворили. Значит, что еще? Очень часто вспоминают вот эту историю с Коплишем 65-95 года в Великобритании. Значит, там в 74-м году что произошло? Был опубликован доклад о 39 случаях неблагоприятной реакции на по-моему, коклюшный, да? На коклюшный компонент вакцины. 39 неврологических осложнений, то есть не витальных расходов, а неврологических осложнений. Гордон Спирт, это достаточно известный в Великобритании специалист, то есть авторитетный специалист именно в области общественного здравоохранения, он выступил против вакцины и достаточно активно выступал, вы его смотрите, видите, осложнение, все начнут, зачем мы будем приливать, если от нее вреда больше, чем полис. Ну и что получилось, что как только он начал активно выступать, процент привитых очень быстро упал до 30%, то есть вакцинационный щит популяции снизился и британцы получили два гигантских пика, два всплеска заболевания коклюшин, в том числе с летальными исходами. Потребовалось гигантские усилия и общества, и медиков для того, чтобы вернуть ситуацию в норму и только к 95-му году они примерно вышли на тот уровень иммунизации, который необходим для защиты. Это говорит о том, что даже таким авторитетным специалистам нужно все-таки думать, прежде чем нечто говорит. Еще один очень распространенный мир, что на самом деле в власти все скрывает. Статистика у вас абсолютно неправильная, когда задает вопрос «А где правильная?» Обычно тихо, потому что вы понимаете, не существует никакой альтернативной системы сбора глобальной информации. Это во-первых. И во-вторых, сейчас мы живем в эпоху big data, то есть гигантских массивных информаций, которые подделывать очень и очень сложно. Но я понимаю, что заговоры в фармфирме все под силу, они все это могут делать. Очень часто ссылаются на вот эти вещи. Есть, например, система сообщений о помощных эффектах вакцинации в Соединенных Штатах. Очень хорошо работает. И вы это посмотрите. Там есть сообщения о смертях. Просто почему-то их не были расследуют. Ну, хорошо, давайте посмотрим, какие там были сообщения. То есть я как нормальный журналист, я тут же пошел в эту систему и начал гуглить, например, смерти от случаев о осложнениях и смертях на фоне введения 4-х валютной вакцины от ВПЧ. Якобы там 72 летальных исхода. Ну, я посмотрел. Ну, на самом деле, да, действительно, есть упоминания. Но выглядят они примерно следующим образом. То есть, что информация была получена приходящей лицензированной медсестрой от практикующей медсестры. А той медсестре рассказала подруга о пациентке, которая была вакцинирована, а через 2 недели у нее образовался тромб и пациентка скончалась. Это вот такой летальный исход. Ну, привязан он к вакцинам, но понятно, что нет. Потому что нужно проводить расследование, нужно выяснять, что это было на самом деле. Самое интересное, что когда проводились настоящие расследования, да, например, был такой случай, там же описан, всего-навсего пациентка, 22-летняя, молодая, ей сделали прививку, через 2 дня она умирает. Казалось бы, четкая смесь, явная. Потом делают токсикологию постмортум и выявляют, что там значит каннобиноиды, метаболиты кокаина, метадон, гифенгидромин, никотин, но отравилась, понимаете, печенькой, вакциной. Естественно. Ну, еще раз повторяюсь, все случаи расследуются и, по крайней мере, в Соединенных Штатах это четко привязано к деньгам. Потому что деньги это достаточно ощутимо и, к сожалению, у нас такой системы пока нет, но, по крайней мере, этот пример можно взять и им пользоваться. Получается, что за все время существования этой программы, то есть за 17 лет, было выявлено 1202 смерти, доказанных, связанных с вакциной. Много это? Много. Конечно. Каждая жизнь ценна. Ну, а если мы посмотрим вот сюда, например, 2001 год, 745 тысяч смертей от корей и это только дети до 5 лет во всем мире и так далее. Вот можно все это посмотреть и сравнить. Понятно, что, еще раз говорю, смерть – это плохо, но, к сожалению, человек смертен, и, как говорится, иногда внезапно смертен. И у нас есть множество факторов, которые приводят к смерти, которые есть вокруг нас, включая бытовое электричество, включая общественный транспорт и так далее. Это просто один из вариантов риска, который мы берем на себя, живем в обществе. Потому что, делая прививки, мы защищаем только лично себя, мы поддерживаем щит популяции, который, как я показал, уже чрезвычайно необходим. Буквально коротко скажу о том, что еще один распространенный миф, что вакцины очень, значит, их очень выгодно продавать. На самом деле, нет. Если даже подумать просто чисто логически, фармить выгодно, если человек болеет много и часто. Антибиотики ему продавать гораздо лучше, чем один раз вакцину. Ну, хорошо, три дозы. Ну, хорошо, пять, да, максимум бывает. Пять-шесть вакцинаций, не больше. Что самое интересное, что, опять же, я даю ссылки, можно почитать обзоры. Там очень хорошо указано, что, например, до 2000 года был большой провал именно в вакцинах. То есть, это был один из самых невыгодных бизнесов. Потом вышли такие блокбастеры, как Городосил, да, и хоть немножечко, чуть-чуть, рынок поднялся. Ну, и то здесь автор выражает достаточно такую обоснованную неуверенность в том, что что-то будет протекать в таком же духе. В принципе, вакцин создано не так много. Например, та же малярия, да, уже почти, больше ста лет создается, и вот тот Билл Гейтс, который мечтает уничтожить человечество, да, он выделяет деньги на вот этот безнадежный проект уже очень долго. И я так надеюсь, что все-таки когда-нибудь ее создадут. По гриппу самая интересная вакцина, общий, вот этот примерный, примерный график производства вакцины в течение года. Это один из самых затратных проектов, потому что, как вы понимаете, она должна быть еще и сезонной. Мало того, там еще закупаются сильно заранее куриные яйца, определенные, по-моему, стрельная среда должна быть и так далее. И весь рынок вакцины от гриппа составляет всего 3 миллиарда долларов. Для сравнения, рынок биодобавок годовой примерно 230 миллиардов долларов. Рынок гемиопатических средств примерно 112 миллиардов долларов. Общий фармрынок оценивается около 1 триллиона долларов. Значит, по поводу обследований, ну, тут говорить нечем. Правда, действительно, это в любых руководствах мы смотрим, что существует минимальный перечень противопоказаний для вакцины. Минимальный. По крайней мере, сейчас и с точки зрения доказательной медицины всего, вот, всего на все, вот это абсолютное противопоказание и здесь указано для каких вакцин. Да, действительно, бывают случаи какие-то индивидуальные, которые нужно обязательно смотреть, но, еще раз повторюсь, все это не должно никоим образом нарушать график вакцинации. Он не просто так придуман. То есть, он сделан именно в те периоды жизни, когда вакцины крайне нужны человеку. Та же, как нужная инфекция, убивает в основном детей до двух лет. Потом не убивает, да, потом очень тяжело переносится. Но если не сделать первые два года, соответственно, риск умереть вакцины, намного больше и так далее. Это касается в принципе всех вакцин. БЦЖ бесполезная вакцина? Ну да. С одной стороны, вроде как, да, она самая старая. Одна из самых старых, если быть точным. Но, если мы посмотрим на вот это очень интересное исследование, да, по тому, где есть мультилекарственный, туберкулез устойчивости, то Россия тут очень даже хорошо себя показала с обратной стороны. К сожалению, у нас очень большая распространенность туберкулеза. Причем, что интересно, по разным регионам она распределена неравномерно. Питер это как раз один из опасных регионов про туберкулез. Самое интересное, что почему-то считается, что ПЦЖ должна людей защищать целиком. На самом деле, нет. Такого нет. У нее даже предназначение другое. Просто, чтобы в раннем периоде у ребенка не разбился диссиминированный туберкулез, который часто заканчивается летальным исходом, к сожалению. И, что интересно, вот это норвежское исследование прошлого года, совсем свежее, они посмотрели своих привитых и непривитых и выяснилось, что привитые болеют различными формами туберкулеза примерно в три раза реже, чем непривитые. То есть, это еще защита сохраняется надолго. То есть, у людей даже через 40 лет после вакцинации эффективность вакцины примерно 46%. То есть, это очень неплохо, учитывая социальную значимость туберкулеза. Ну и в конце я хочу сказать, что вот здесь не просто так стоит символ биоопасности, если кто-то из вас попробует его расшифровать, каждый найдет здесь что-то свое. Дело в том, что этот символ создавался изначально по таким требованиям, что его нельзя было никак интерпретировать. То есть, он ни на что не должен был похож и не вызывать никаких ассоциаций. Это специально сделанный символ, у которого нет значений. Никаких. Кроме того, что это биологическая опасность. То же самое с вакцинами. Вы их можете считать исчаянием ада или там средством для высложения людей. Но на самом деле это объективная реальность, с которой нам приходится бороться. И лучше вакцины, чем какая-нибудь очистительная эпидемия, хотя, если честно говоря, очистительной эпидемии иногда очень и очень хочется. Останавливает лишь то, что она затронет в том числе и нас, привитых. Я отвечу на один вопрос по поводу прививки от ветряной оспы. Так, я сейчас процитирую только вопрос для всех. Последние годы активно продвигают вакцину против ветряной оспы. Есть и данные, что в результате вакцинирования вырабатывается постоянный иммунитет к ветрянке или же он является временным? Вакцина была разработана в 1974 году в Японии. Она достаточно активно изучалась. Показала достаточно хорошую эффективность. До сих пор у людей, привитых в 1974 году, сохраняется некая напряженность иммунитета. Показано, что примерно в течение первых 10 лет он остается на том же уровне, который был сам первый год. Затем он постепенно снижается, но, вот еще раз повторюсь, за все время наблюдения этого титра антител вполне достаточно для того, чтобы защищать от ветрянки. Вопрос, зачем это надо? Ну, детям, если честно, в меньшей степени. В основном это для взрослых. Дело в том, что у взрослых три четверти случаев ветрянки заканчивается летальным исходом. В основном в ослабленных группах, у пожилых и так далее. Поэтому вещь-то очень нужная. Казалось бы, люди могут сказать, ну, где мы в взрослых состоянии поймаемый ветрянок. А не обязательно ее ловить. Она может, предположим, существовать в вашем теле в виде опоясывающего лишая. Вот если у кого-то эта вещь есть, то знаете, что это тот же самый вирус, который вызывает ветрянок. И при столкновении, например, с болеющим ребенком реактивируется вирус опоясывающего лишая, который тот же самый. И что интересно, этот самый опоясывающий лишай тоже самое может давать различные осложнения на разнородные системы, в том числе вызывали от Альминского. Вопросы? Да, коллеги, пожалуйста, вопросы. Только подождите, когда вам подойдет девушка с микрофоном. Вопросы. Представьтесь, когда... Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот, вот, Михаил. Михаил Литин. Представьтесь, Михаил, откуда вы к нам приехали? Михаил Литин из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот, на ваш взгляд, какой самый непробиваемый аргумент сторонников антивакцинаторства или тех, кто им, скажем так... Статистика. Статистика. Потому что, как только начинаешь приводить результаты исследований, первый же аргумент — это у вас неправильные данные. Все. Об этом разбиваются все остальные аргументы, потому что любые данные, которые приводишь в пример, они тут же отвергаются. Это неправильно. Все. Неправильно то, что их подделали, да? Да, например, подделали. Чаще всего так. Спасибо. Так. Вопросы? Не вижу руки. Выше тяните. Много рукой. Вот мужчина. Александр, ясен из Питера. У вас на слайде были, где указаны вакцины. Эпола была указана, как еще не существует вакцина. Но вот как раз, когда была такая особая истерия в СМИ, вроде были сообщения о том, что, в принципе, как раз наши ученые, там, не то что работают, а уже есть какие-то рабочие варианты вакцины. Вот, я хотел бы узнать, это действительно так или как вводится история по ученому и журналисту? Нет, это не история про ученого и журналиста. Дело в том, что некоторые вещи, да, выясняются совершенно внезапно, да, потому что Эпола рассматривается в качестве биологического оружия. Поэтому большое количество работ по ней засекречено. И с предыдущими, скажем, вспышками Эполы справлялись очень просто. То есть, когда были недемократичные тоталитарные режимы в Африке, просто обносили зону карантина колючей проволокой, ставили пулеметы и открывали огонь по всем, кто пытался оттуда выйти. Именно поэтому эти меры были чрезвычайно эффективными, и вспышку удавалось гасить очень быстро. Сейчас, как вы понимаете, так сказать, темное наследие прошлого устранено, и те знакомые, которые мне ездили волонтерами в Африку, они рассказывали совершенно ужасные вещи, да. Во-первых, даже военная полиция отказывала сходить с врачами в некоторые районы, да, потому что они говорили, ребята, мы же их хотим. Военная полиция, то есть целиком в амуниции, с оружием, совсем остальным. Это первое. И второе, население активно воровало трупы. То есть своих родственников для того, чтобы провести обряд. Ну, естественно, что это поддерживало определенный накал эпидемии, и с ней справиться удалось не очень быстро. Но самое интересное, что как только вот это все началось, выяснилось, что, скажем, в Канаде велись исследования, и уже есть, что предложить на полевые испытания. В Китае то же самое. В Соединенных Штатах у нас, то есть как выяснилось, очень многие это дело разрабатывали, и с удовольствием отдали эти препараты на обкатку в поле. Понятно, что сейчас идет доработка. Мне приходилось слышать о том, что сейчас она вышла уже на предрегистрационные исследования, то есть последняя фаза. И вроде как министр здравоохранения обещал, что в этом году отечественная вакцина от Эбола получит регистрацию и будет распространяться в том числе. То есть это реальные разработки, просто их как-то не опиши живо. Вопросы. Кристина, вот девушки тянут руку в красном. Представьтесь, пожалуйста. Ольга, Санкт-Петербург. У меня вопрос, наверное, про самую известную прививку от гриппа. Я слышала про то, что грипп постоянно видоизменяется, и если привиться одного вида, иммунитет сразу понижается, и можно заболеть другим видом гриппа. Так ли это? Ну, не совсем. Часть верна. Действительно, с гриппом не все так просто, потому что это одна из самых хорошо приспосабливающихся к среде человеку инфекций. Сам грипп очень хорошо мутирует. Мало того, у него очень хорошая способность к уничтожению людей. Достаточно вспомнить 2018-2019 год. Испанка – один из вариантов H101. И по разным оценкам, то есть даже никто не знает точно сколько, от 90 до 100 миллионов жертв. Что интересно, что это была первая и, наверное, единственная глобальная реальная пандемия. Был, по-моему, только один какой-то остров, куда эта инфекция не добралась. Везде, во всем остальном мире эта инфекция была. Значит, что с гриппом? Как я уже говорил, вакцины производятся каждый год. И каждый год Всемирная организация здравоохранения и другие эпидемиологические службы, они оценивают, какие штаммы циркулируют и пытаются прогнозировать, какие будут циркулировать в том или ином сезоне. Чаще всего, на всякий случай, их выделяют несколько. Обычно вакцина от гриппа либо трех, либо четырехвалентная. То есть защищает сразу от нескольких видов. Проблема в том, чтобы угадать. Но вроде бы пока у них получается. По крайней мере, был мета-анализ по последним 20 сезонам, не угадали только в четыре раза. И в этом случае вакцина была эффективна где-то в 40% случаев. Ну, то есть понятно, что был перекрестный иммунитет все-таки. Но, к сожалению, он не работал так, как необходимо. Что еще важно, что, да, действительно, это искусственный иммунитет, причем очень короткий. Вакцина от гриппа дает хорошую защиту примерно на полгода. Еще где-то до девяти месяцев сохраняется постоянно снижающийся титр, не позволяющий заболеть. Потом необходимо снова делать очередную прививку. Именно потому, что это просто временная защита. И от гриппа мы прививаемся не для того, чтобы не болеть гриппом на самом деле, а для того, чтобы у нас не развивались тяжелые осложнения. Те, которые вызывают летальную скорость. Собственно, вот все. Алексей, у нас, к сожалению, время для вопросов вышло. И ваша задача сейчас выбрать лучший вопрос. Я сейчас на всякий случай вам напомню, какие вы сказали. Значит, про главный аргумент антивакцинаторов, про вакцину против Эболы и про прививку от гриппа. Эбола? Эбола. Хорошо. Кто? Кто? Кто задал Эболу в центре? Так. Вам приз от издательства. Это какое у нас издательство? По-моему, корпус. А вам, Алексей, печенье не беру от Алины Майоровой и от Станислава Дрогушевского. Спасибо. Большое спасибо. Вот это столь от мировой пары. Вот и все. Печеньки. Спасибо. Продолжение следует...